и начнем мы с того что согласно нашему плану мы прорисуем все сектора нашего баннера то есть все отделы но прежде всего так же как и в предыдущем шаге в предыдущем этапе мы давайте разделим нашу сцену на области также мы добавим еще вертикальное разделение для того чтобы более точно нарисовать наши бордюры нарисовать наши обочины для этого мы откроем в меню view вид rules линейки перетащим наши направляющие тоже изменим их цвет потому что нас не устраивает такой бледно-бирюзовый цвет нам абсолютно такой цвет неудобен также изменим их на красный как видите вот мы изменили побольше оставим место для нашей дороги поменьше место для нашей горы и побольше места для текста так же как я сказал давайте еще сделаем вертикальные направляющие для того чтобы нарисовать уже непосредственно четко наши элементы вот как видите у нас дорога будет бордюры будут точнее идти вот в эту точку вот так будем рисовать можно немного уменьшить расстояние для бордюров так теперь сразу хочу сказать что нам для рисования сразу необходимо для удобства рисования отметить контуры нашей сцены вы поймете для чего это делается впоследствии некоторые объекты нами нарисованные будут выходить за рамку сцены и они будут закрывать цену тем самым мы не будем видеть края нашей сцены давайте сразу отметим нашими направляющими края сцены таким вот образом то есть теперь мы можем видеть рамку нашей сцены границы нашей сцены теперь нам необходимо взять первый наш инструмент который мы воспользуемся это инструмент rectangle tool прямоугольник в качестве цвета обводки мы выберем вот эту иконку то есть по сути мы отключим цвет обводки контура и в качестве цвета заливки мы установим зеленый это цвет нашей травы нашей обочины вы можете выбрать немного посветлее цвет потемнее вот так как вам будет удобно подбирайте потом будущем палитры по мере создания проекта подбираете делаете какие-то менее такие вызывающие яркие цвета чтобы ваш проект не был таким хотя и уделка бы ваш так и мы по этой линии заходя за рамку сцены мы рисуем вот такой вот прямоугольник как видите мы нарисовали прямоугольник можем изменить его цвет потому что он не совсем скажем так не совсем похож на цвет травы вот мы выберем вот такой цвет вот более что то уже похоже можно изменить его немного сделать посветлее можно потемнее немного одно это смотрите на свой вкус здесь можно играться сколько вам будет угодно вот наверное такой цвет подойдет как видите наша рамка наши направляющие как раз таки очень помогают нам и дают четкое представление о том где наша сцена заканчивается вот это важно будет потому что мы будем рисовать сейчас бордюры относительно наших вот этих краев для того чтобы нарисовать бордюры нам необходимо воспользоваться инструментом линия возьмем инструмент линии и в качестве цвета для нашей линии мы выберем белый также нам необходимо настроить опции наши нашего инструмента для этого мы перейдем в панель свойств цвет мы выбрали нам необходимо поле строк обводка контур и толщину нашей линии нам необходимо установить в районе двух пикселей закроем панель и нарисуем вот от этой точки проведем такую протянем прямую линию сразу хочу отметить что так как наши направляющие нам показывают границы нашей сцены вот мы сразу видим что линия линию можно рисовать по отношению к этим границам и мы будем рисовать по отношению к границам но мы будем рисовать не прямо в угол а чтобы наша дорога как бы уходила еще раньше за границы сцены вот где-то вот так то есть оставляем маленький уголок и линию идем далеко за рамки сцены по этому контуру впоследствии будут двигаться наши знаки то есть этот контур нужно провести далеко за сцену так же мы поступаем и со второй линии со вторым бордюром делаем симметричные бордюры как видите у нас получилось уже подобие дороги давайте посмотрим вот как видите у нас уже подобие дороги то есть у нас уже есть это наши те самые бордюры теперь нам необходимо изменить цвет центральной области ну в общем то у меня конечный результат я с ним равняюсь вы такой вот шаблон свой имеете и согласно нему рисуете тоже для того чтобы изменить цвет вот этой данной области мы просто кликнем по этой области линии как бы разрезали тем самым мы выделим и изменим цвет на серый выберем не самый светлый серый а выберем чуть темнее вот этот цвет мы будем более светлый мы будем использовать для горы гора по нашим цветовым решениям должна быть более светлой чтобы как бы не акцентировать на нее внимание мы выбрали цвет для нашей будущей горы вот такой более светлые дороги более темный вот как видите у нас получилась отличная дорога давайте сохраним наш проект файл сейф сохранить я рекомендую вам всегда сохранять ваши проекты по ходу работы каждые там 10-30 минут сохраняйте ваш проект потому что очень часто бывают какие-то технические сбои проблемы и бывает очень обидно заново все делать прорисовывать когда там слишком хорошо нарисовал доволен вот и раз что-то оборвалось все сбросилось и поэтому я рекомендую вам взять тоже в привычку и постоянно сохранять ваш проект протестируем наш проект для этого мы выберем меню control control test movie протестировать видео вот как видите у нас получилась отличная дорога то есть очень симпатичный баннер вот отлично уже видно теперь нам необходимо назвать тот слой на котором находится наш данный рисунок дорога для этого мы откроем панель timeline у меня она имеется здесь вы можете открыть ее в меню window окно timeline вот как видите моя панель timeline временная шкала и данный слой lawyer 1 называется теперь я его переименую два раза кликнув на имя этого слоя и назову его дорога скрою свою панель на время теперь мне необходимо прорисовать ту самую линию разметки для того чтобы ее прорисовать я снова как в случае с бордюрами воспользуюсь инструментом line tool в качестве цвета я оставлю белый перейду в панель свойств и в поле cap угол я установлю форму угла моей линии как видите здесь в выпадающем списке у нас имеется три пункта первый known то есть у нас не будет угла второй это round круг то есть наша линия будет на конце иметь закругленную форму как видите на рисунке если я выберу квадрат то наша линия на конце будет квадратной в данном случае мы рисуем линию разметки здесь не столь принципиально но я хотел бы как раз сразу вам показать этот параметр чтобы вы знали о нем мы выберем квадратный то есть наш угол нашей линии конец нашей линии будет квадратный как видите можем посмотреть приблизив наш угол квадратный если мы установим круглый то наш угол будет на конце круглый отменим эти действия отдалим наш проект так возьмем инструмент линии и поставим обратно квадратный угол для нашей линии теперь мы нарисуем в центре нашей дороги линию разметки нарисуем сначала первый фрагмент нашей линии для этого мы кликнем и протянем курсор мыши тем самым мы создадим первую линию нашего полоса разметки теперь кликнув на нашей линии выделив ее тем самым мы воспользуемся клавишами стрелок на клавиатуре в данном случае клавишей вниз тем самым я передвину вниз свою линию можно немного вправо теперь мне необходимо скопировать данную линию и переместить ее еще ниже делается это для того чтобы создать точно такую же копию данной линии впоследствии мы будем анимировать данную линию поэтому именно четкость и одинаковый размер для данных линий нам важен это очень упростит нам задачу анимации для того чтобы скопировать нашу линию мы выделим ее и выберем в меню пункт edit правка копии копировать тем самым мы скопировали линию в буфер обмена теперь нам необходимо ее вставить на место для этого мы выберем пункт edit правка paste in place тем самым мы ставим скопируем линию в то же самое положение в котором она сейчас находится теперь у нас имеется две линии и чтобы передвинуть эту линию одну из этих линий нам необходимо нажать клавиши стрелка на клавиатуре вниз и передвинем нашу линию теперь нам необходимо скопировать обе эти линии до этого мы зажмем на клавиатуре клавишу shift и кликнем на вторую линию для того чтобы выделить обе эти линии снова скопируем наши линии и ставим их на место таким же образом передвинем наши скопированные линии вниз если вы хотите перемещать сразу на несколько пикселей вы можете зажать клавишу shift и также нажимать клавиши стрелки на клавиатуре вот как видите у нас получилась отличная линия все таким образом мы создали линию разметки давайте отдалим наш проект снимем выделение как видите у нас получилась замечательная линия разметки дороги давайте посмотрим теперь что у нас получилось в итоге вот по моему замечательно теперь нам необходимо заняться прорисовкой нашей горы как помните у нас согласно плану гора занимает вот эту область среднюю область имеет более светлый цвет чем дорога тем самым мы не акцентируем еще раз повторюсь на горе внимание она у нас как бы на горизонте поэтому она должна быть более бледного цвета для того чтобы нарисовать гору мы воспользуемся так же как в случае с дорогой инструментом прямоугольник это простая техника анимации так взяли инструмент прямоугольник и теперь в качестве цвета обводки мы оставим белый в качестве цвета заливки нашего прямоугольника мы установим цвет более светлый чем цвет дороги то есть серый цвет такой в панели свойств мы установим толщину нашей обводки будущего прямоугольника и установим толщину равную одному закроем панель свойств и вот так нарисуем в рамках нашей второй секции такой вот прямоугольник как видите у нас получился замечательный прямоугольник да но сразу забыл сказать одну вещь нам необходимо чтобы данный прямоугольник был на специальном отдельном слое который мы предназначим для нашей горы то есть у нас на первом слое у нас будет дорога на втором слое у нас будет гора и на третьем слое у нас будет текст мы там может быть отдельную эмблему еще разместим для того чтобы переместить наш прямоугольник на новый слой нам прежде необходимо создать тот самый новый слой на который мы будем перемещать откроем панель timeline создадим новый слой назовем его горы два раза кликнем на нашем прямоугольнике чтобы выделить всю нашу форму вместе с контуром выберем в меню edit под вырезать тем самым мы вырезали с первого слова дорога нашу заготовку будущей горы в буфер обмена теперь нам необходимо перейти на слой горы как видите он пустой у нас то есть такой белый прозрачный кружочек и необходимо в то же самое место с которым мы вырезали вставить наш прямоугольник на слой горы для этого мы выберем в меню edit paste in place вставить на место как видите мы вставили наш прямоугольник теперь он четко в том положении в том месте где и должен быть теперь мы можем убрать нижнюю направляющую чтобы она нам не закрывала вот эту границу как видите мы имеем вот эти вот границы но сразу скажу что вот данные границы нам левая правая и в данном случае верхняя не нужны для того чтобы их удалить мы будем кликать таким образом и нажимать клавишу del все нижний контур этот мы оставляем мы его не трогаем потому что он является границей нашего перехода нашей дороги и горизонта теперь снова находясь на слое горы мы берем инструмент line tool и рисуем линию вы можете нарисовать линию потом взять инструмент selection tool и исказить ее мы воспользуемся более таким скажем удобным для данного случая вариантом мы возьмем инструмент pencil tool карандаш в качестве режима мы выберем smooth тем самым будем сглаживать рисовать сглаженные линии и вот таким образом сразу в панели свойств проверим чтобы наш толщина была равна одному таким вот образом мы нарисуем постепенно уходящую вниз гору вот как видите у нас получилась замечательная гора если вас что-то не устроило вы можете изменить какие-то контуры меня вполне устраивает теперь я выделю верхнюю часть моей формы и удалю ее клавишей до два раза кликну на линии чтобы удалить ее и тоже ее удалю вот как видите я получил замечательные горы чтобы подправить какие-то моменты я опять же могу пользоваться инструментом в выделение selection tool и изменять как мне будет угодно мою гору могу добавлять какого-то рельефа ну сколько угодно как вам угодно будет можете править если вы хотите сгладить вы можете выделить вашу форму и нажать вот эту кнопочку smooth сгладить тем самым вы сгладите форму но в данном случае мне сглаживать незачем поэтому я отменю действие предыдущий все таким образом мы создали гору давайте посмотрим на результат сохраним снова наш документ и протестируем наше видео как видите у нас получился такой вот статичный интересный ролик ну наверное для большего эффекта для большей красоты нам необходимо подправить эти элементы чтобы гора имела все таки более такой реальный вид потому что она все таки должна быть более такая гористая так а теперь мы для того чтобы это сделать мы можем опять же инструментом selection tool воспользоваться либо просто возьмем инструмент subselection tool кликнем на нашей горе на контуре ее и вот так вот возьмем узловые точки и изменим их положение при необходимости вот ну в данном случае у нас вот наверное это оптимальный вариант вот более менее что то сохраним документ все таким образом мы нарисовали гору сейчас мы пропишем текст для нашего будущего баннера те самые три слогана и также мы нарисуем эмблему согласно нашему сценарию у нас есть три текста первый текст первый текст это путешествуешь на автомобиле второй текст слоган это поделись своей историей и третий текст это прежде всего эмблема automail.ru и отзывы путешественников в разделе автотуризм вот нам необходимо создать для того чтобы создать текстовые отдельные блоки да текстовые сообщения такие слоганы нам необходимо создать новый слой и назвать его текст находясь на слое текст мы возьмем инструмент тексту в качестве настроек мы для данного текста установим шрифт в разделе черектора начертания установим шрифт Arial так вот наш Arial начертание мы можем пока ставить стандартное размер шрифта увеличим до 20 допустим в качестве цвета мы выберем красный и напишем первый наш текст путешествуешь так это первый текст снимем выделение и опять же напишем новый текст отдельно от предыдущего выберем для нашего нового текста оранжевый цвет у нас будет такой контраст это специально стилевое решение которое я подобрал для данного баннера и напишем текст на автомобиле и вопросительный знак как видите у нас получился отличный текст по этим линиям как раз мы можем по направляющим центрировать наш текст как нам удобно также предлагаю сразу сделать такое стилевое решение увеличить верхний текст красный и уменьшить нижний текст для того чтобы увеличить мы можем активировать наш текст перейти в панель properties и изменить размер size поле size допустим до 30 пикселей пунктов пунктов да можем даже побольше где-то до такого размера нижний текст можем тоже немного увеличить чтобы он чуть-чуть был побольше чем обычно так вот по моему оптимально да можно немного еще где-то так в общем то править вы можете сколько угодно сейчас задача моя является показать сам процесс так первый текст первое текстовое сообщение первый слоган мы создали теперь нам необходимо создать новый слоган для этого мы создадим новый слой впоследствии мы эти слои будем удалять и преобразовывать наши тексты в символы но на данном этапе мы будем пока создавать только слои и на каждом из слоев писать свой текст скроем давайте предыдущий текст до этого мы нажмем на линии глазика для того чтобы скрыть отображение слоя текст и создадим слой текст 2 на данном слое мы напишем второй текстовой слоган поделись своей историей данный слоган будет у нас красного цвета поделись своей историей и три восклицательных знака для эффекта теперь нам необходимо центрировать наш текст мы можем просто пробелами а можем выделить наш текст перейти в панель properties открыть раздел параграф и выбрать align center то есть выравнивание по центру тем самым мы выровняем наш текст по центру чуть-чуть передвинем его вот относительно предыдущего текста можем приподнять так теперь мы займемся анимацией следующего не анимация а написанием следующего текстового сообщения слоганом это текст отзывы путешественников в разделе авто туризм а также эмблемы нарисуем назовем текст 3 возьмем инструмент text tool и таким же образом напишем отзывы путешественников выберем оранжевый цвет в разделе в кавычках с большой буквы авто туризм как видите мы нарисовали очень симпатичный такой вот текстик можем его немного приподнять так давайте посмотрим отображение что у нас получается сейчас у нас все текстовые слои наложатся друг на друга у нас получится такая мишура непонятная так или иначе мне кажется нам необходимо сделать нашу фигуру чуть поменьше чтобы осталось побольше места для нашего текста чтобы это сделать мы активируем слой горы чтобы выделить нашу фигуру возьмем инструмент free transform tool свободная трансформация и верхний ползунок опустим чтобы сжать нашу гору вот как видите у нас гора сжалась можем еще немного сжать при необходимости так мы написали давайте немного пониже передвинем наш текст и займемся прорисовкой нашего логотипа automail.ru и чтобы прорисовать нам необходимо прежде создать новый слой и назовем его логотип данный слой у нас пустой и на данном слое мы создадим давайте ставим новый символ insert new symbol и тем самым сейчас мы создаем новый символ который у нас потом по месяцу библиотеку которую мы после того прорисуем уже вытащим на сцену на слой логотип назовем и наш символ logo по-английски логотип тип символа оставим movie clip видеоклип окей как видите мы создали символ и сразу же перешли в режиме редактирования нашего символа лого относительно сцены и в общем то у нас в нашем новом символе имеется как своя собственная временная шкала для того чтобы нам уже непосредственно заняться прорисовкой мы давайте переименуем слой lower 1 в фигура 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 так на этом слое фигуры мы сейчас будем рисовать наш логотип давайте посмотрим на конечный результат что из себя представляет наш логотип наш логотип представляет из себя прямоугольник закругленными краями с белой обводкой толщиной в где-то один два пикселя также наш логотип имеет такой вот глянец белый создается он просто копированием нашей заливки ее искажением скажем тогда обрезкой и альфа и так же в конце концов мы пропишем наш текст ну прежде всего нам создать необходимо прямоугольник с такого цвета вот заливкой закругленными краями и с белой обводкой толщиной где-то в 1-2 пикселя на новом слое фигура мы сейчас нарисуем инструментом прямоугольник rectangle tool нарисуем наш прямоугольник закругленными краями возьмем инструмент rectangle tool в качестве цвета обводки оставим белый в качестве цвета заливки мы установим цветовое код цветовое значение вручную решетка 0 7 4 английской буквой а 90 enter тем самым мы выбрали точно такой же цвет как и в нашем оригинале теперь мы настроим зададим опции нашего инструмента прямоугольник для этого мы перейдем в панель свойств и в разделе rectangle options настройки прямоугольника мы зададим параметр скругления равным 5 enter толщину нашего контура мы можем установить равную двум теперь нарисуем такой вытянутый прямоугольник как видите наш прямоугольник нарисован но у нас не видно нашего контура потому что наш фон имеет точно такой же белый цвет как и контур для того чтобы наш контур был виден нам необходимо изменить цвет нашей сцены то есть нам изменить надо фон нашей сцены теперь для того чтобы изменить нам необходимо снять выделение перейти в панель properties тем самым мы откроем настройки нашей сцены неважно находимся мы в режиме редактирования логотипа либо находимся на самой сцене мы сняли выделение и нажали на сцену в разделе property свойства поле stage сцена мы выберем фоновый цвет мы тоже установим вручную значение которое я заранее подобрал как нам лучшее цветовое решение для данного баннера это значит цветовое значение у нас решетка d3 d e d e enter тем самым мы получили такой вот фоновый цвет теперь мы можем видеть контур белый контур после того как мы прорисовали наш прямоугольник нам необходимо сделать глянец для него до этого мы создадим новый слой и назовем его глянец я также рекомендую вам всегда именовать слои неважно сколько у вас их будет 1 2 или 100 всегда переименовывать их в понятные имена это даже должно войти в привычку потому что это очень полезная привычка чтобы последствия вы не путались лучше переименовывать их сразу находясь на слое глянец мы будем здесь рисовать уже непосредственно нашу наш глянец прежде нам необходимо скопировать наше выделение выделили мы на заливку без контура то есть мы кликнули один раз и выделили заливку теперь нам необходимо скопировать эту заливку перейти на слой глянец и вставить на место данную заливку тем самым мы имеем две заливки на слое фигура но она еще с контуром а на слой глянец у нас просто заливка без контура теперь мы изменим данную заливку в глянец сделаем мы это используя инструмент line to находясь на слой глянец мы сразу зададим толщину нашей линии равную одному пикселю немного увеличим масштаб чуть выше середины мы нарисуем вдоль нашей фигуры нашего прямоугольника вот такую горизонтальную линию инструментом selection tool инструментом выделения мы в центре вытянем вот таким образом нашу линию тем самым мы создадим такой вот ободок теперь нам необходимо удалить нижнюю часть нашей формы кликнув на нее и нажав клавишу del два раза кликнем чтобы выделить всю линию удалим ее и один раз кликнем на нашей фигуре чтобы выделить ее но удалять мы ее не будем а мы изменим ее цвет изменим цвет на белый но белый у нас будет иметь прозрачность параметр альфа мы установим в районе 33 процентов enter упс я не на тот свет к сожалению нажал еще раз повторю это действие вот тот результат которого мы ждали то есть мы создали тот самый замечательный глянец давайте посмотрим ноту видите глянец теперь мы создадим новый слой назовем текст на данном слое мы напишем на текст автомейл.ру возьмем инструмент текст находясь на слое текст мы для данного инструмента сразу параметр альфа поставим на сто процентов чтобы он был не прозрачный чтобы он был абсолютно нормальный текст и в качестве цвета мы можем выбрать в общем то любой пусть пока белый останется и напишем наш текст авто собака mail.ru передвинем наш текст посмотрим на оригинал вот как видите он должен быть немного более жирный для этого мы выделим да все выделим перейдем в панель свойств в разделе черт черт начертания мы сделаем наш текст жирным как я это сделал так теперь нам необходимо немного увеличить в размерах наши последние буквы mail.ru до этого мы выделим их и так вот увеличим но я думаю много не надо вполне достаточно теперь давайте изменим того чтобы наш баннер выглядел более весело изменим наш цвет мы изменим цвет в оранжевый собаку и точку.ru для этого выделим все эти элементы необходимые и установим для них оранжевый цвет вот как видите у нас получился клавишами стрелок немного передвинем наш текст отдали им чтобы иметь общее представление уже иметь общую картину так я бы еще немного изменил бы сделал поменьше знак собаки чтобы он нижнюю границу не портил для этого я выделю знак собаки в общем то да пойдет более менее он вписывается в общей картине так так же мне кажется необходимо поднять немного наш глянец это делается очень просто мы в свободном месте вот так вот кликаем и подтягиваем наш глянец как видите он уже вот так вот в центре у нас все таким образом мы создали логотип и он у нас находится библиотеке открыть библиотеку вы можете в меню windows library вот в режиме предосмотра вы можете увидеть мой символ так же говорю вы можете играть со шрифтами с чем угодно для того чтобы сделать более симпатичный логотип но как сказал моем случае это не принципиально так теперь мы выходим из режима редактирования данного символа до этого мы нажмем на кнопочки син 1 сцена 1 как видите у нас слой логотип все еще пустой он пустой потому что мы создали символ то есть мы ставили символ библиотеку но на сцену мы еще не вытащили его для этого мы откроем панель library и просто таким методом перетащим наш символ на сцену как видите наш слой логотип уже заполнен то есть на нем уже находится объект наш логотип включим отображение слоя текст 3 и посмотрим что у нас себя представляет вот как видите вот наш с вами логотип с текстом я предлагаю немного изменить в размерах наш логотип инструментом свободной трансформации зажмем клавишу shift чтобы изменять пропорционально наш логотип вот если вы хотите немного подправить два раза кликните чтобы перейти в режим редактирования увеличите масштаб можем изменить немного размеры нашего логотипа подтянуть края если это необходимо вот таким образом все пожалуй с логотипом мы закончили он у нас нарисован немного передвинем текст также давайте сохраним наш документ вот теперь нам осталось на этапе прорисовки на втором этапе сделать последний шаг у нас прорисована дорога у нас прорисована дорога с бордюрами с двумя бордюрами которые мы потом будем анимировать делать их скажем так трясущимися которые они в общем-то будет создаваться эффект такой тряски также мы про анимируем нашу полосу разметки она у нас будет двигаться гору мы оставим статичный динамичным мы сделаем еще текст все наши 3 текстовых слоя третий слой это текст и логотип не 3 а наш текст до 3 текстовой слоган это слой текст логотип но мы не забыли по нашему сценарию создать еще такие дорожные знаки то есть левый дорожный знак ограничитель скорости и километраж для того чтобы их создать мы создадим новый слой и назовем его знаки находясь на этом слое мы возьмем инструмент овал да для этого мы кликнем и задержим клавишу мыши на прямоугольнике и выберем инструмент овал то теперь мы для нашего овала установим необходимые цвета в качестве цвета обводки в качестве контура нашего будущего круга мы выберем красный цвет в качестве цвета заливки мы выберем белый красный цвет у нас нашего знака контрастирует как раз тем текстом вот оранжевый это оттенок скажем так да теперь нам необходимо настроить параметры нашего инструмента овал до этого мы откроем панель свойств изменим толщину нашего контура изменим и на 3 теперь находясь на слой знаки я рисую круг и нажимаю клавишу чтобы у меня был ровный круг как видите я нарисовал замечательный круг кликнув один раз на слой я могу переместить свою фигуру теперь мне необходимо воспользоваться инструментом line tool и нарисовать стойку для моего знака ограничителя скорости для того чтобы это сделать я взял инструмент line tool и в качестве цвета для него я выбираю белый немного увеличу масштаб и от центра нарисую вот такую линию выделив линию немного перемещу ее клавишами стрелок на клавиатуре вниз теперь возьму инструмент тексту качестве цвета выберу темно-серый в качестве шрифта оставлю и real regular размер потом подправлю при необходимости и напишу 60 это та самая скорость 60 километров могу теперь выделить текст увеличить его размер в поле сайс ибо просто воспользуюсь инструментом свободной трансформации зажатой клавишей shift вот и увеличу размер моего текста тоже должен быть пропорционален вот тоже важный момент как видите мой знак готов теперь необходимо нарисовать второй знак первый знак мы нарисовали при необходимости мы его всегда подправим где у нас вот немного переместим его так вот сразу наверно уменьшим размер так я предлагаю также уменьшить немного размер два раза кликнем чтобы выделить наш круг и инструментом свободной трансформации зажатой клавишей в изменим размер нашего знака потому что он слишком большой и клавишами стрелок передвинем так вот с текстом также поступим вот отлично как видите у нас получился отличный знак теперь нам необходимо сделать второй знак второй знак мы будем делать прямоугольным для того чтобы сделать прямоугольным возьмем инструмент rectangle tool в качестве цвета обводки мы оставим белый качестве цвета заливки мы установим голубой цвет вот такой светло-голубой находясь на слой знаки мы нарисуем прямоугольник как видите наш прямоугольник все еще закругленными краями потому что мы не изменяли настройки нашего инструмента нам в общем-то это и нужно теперь мы возьмем инструмент line tool и нарисуем опять же стойку для нашей нашего знака кликнем один раз на стойке и чуть-чуть ниже опустим у нас готово почти два знака но нам остается прописать еще текст для нашего второго знака здесь у нас будет три строчки давайте увеличим масштаб будет три строчки цвет будет белый нашего текста первый текст сразу изменим размер его первый текст это название первого города допустим москва москва так делаем три пробела сразу перейдем в панели свойств и в разделе параграф сделаем выравнивание по левой стороне дачи 10 пробей москва 10 пробелов и пишем допустим двести тридцать километров enter следующий гол город допустим калуга ну допустим там сто двадцать четыре километра не стой принципиально нам скорости и расстояние точнее не важны и тула допустим тула допустим там на сто девяносто километров так немного надо левее вот нам нарисовали написали наш текст много его позиционируем в рамках знака инструментом свободно трансформация зажатой клавиши shift изменим размер так теперь нам необходимо сделать наш текст а чуть побольше для этого мы выделим его и панели свойств увеличим его размер также как видите нам необходимо задать побольше пробелы между текстом и расстоянием вот как мы что-то здесь не особо ровно ну ладно не столь важно вот мы задали расстояние как видите у нас получился отличный знак единственное мы наверное переборщили с сознатель надо его сделать поменьше так или иначе это хороший опыт мы выделим наш знак два раза кликнув на нем и уменьшим нашу форму вот таким образом вот наш текст мы тоже уменьшим в размерах упс и переместим его вот как видите оптимально изменим много длину вот теперь мы прорисовали наш текст наш знак все теперь мы можем уже заняться анимацией но прежде чем заниматься анимацией нам необходимо нам необходимо еще сделать последний шаг на этапе прорисовки нам необходимо преобразовать наши знаки наши рисунки наши формы и так далее эмблемы текст необходимо преобразовать в символы специальные видео символы которые мы будем как раз таки потом уже на этапе анимации анимировать во первых нам необходимо преобразовать первым делом нашу дорогу мы преобразуем элементы которые у нас будут анимироваться это элементы бордюров а не помните нас будут так трястись мы два раза кликнем на линии чтобы выделить ее и выберем в меню modify изменить convert to symbol преобразовать в символ в новом диалоговом окне преобразовать в символ мы зададим имя нашему символу назовем его line линия левая допустим да line left тип нашего символа выберем movie clip окей видите у нас теперь два символа это логотип и левая линия также мы поступим с правой линии два раза кликнем на нее чтобы ее выделить в меню modify преобразуем символ назовем символ line right также мы поступим с линии разметки но здесь у нас два раза кликнуть не получается мы зажмем клавишу shift и и выделим оставшиеся фрагменты нашей линии назовем ее line center как видите у нас линии так как они имеют одно имя у нас сортировка по имени имеют начально одно и то же название line 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 они у нас сортируются это очень удобно использовать скажем так такие индексы в начале можно сортировать допустим вписывать по названию клипов то есть там если клипы картинка там mc и так далее в общем как удобно я в данном случае если это линия то я называю line center line left line right логотип логу безусловно также необходимо преобразовать еще элементы у нас будет двигаться знак преобразуем знак для начала выделим все его фрагменты кликнем два раза на круги чтобы выделить нашу форму вместе с контуром зажмем клавишу shift кликнем на наши палочки держа клавишу shift еще мы кликнем на тексте вот тем самым выделили весь знак как видите он перемещается целиком и полностью выделив наш текст выберем меню modify converter symbol и назовем наш знак sign speed знак скорости окей вот мы имеем символ как видите наш символ имеет такую бирюзовую рамочку вокруг теперь нам необходимо преобразовать в символ наш знак километража для этого такой же методикой выделим наш знак как видите он целиком полностью перемещается преобразуем в символ назовем его sign distance окей как видите у нас теперь в библиотеке имеется целая куча символов это линии линия центральная левая правая логотип и два знака дорожных теперь нам осталось у нас будет еще анимироваться наш текст наши три текста они будут у нас выезжать то есть нам осталось только преобразовать символ наши тексты для этого мы откроем панель timeline кликнем на слои текст сначала скроем текст 3 и логотип и кликнем на слои текст отобразим его еще раз кликнем чтобы выделить все его элементы и в меню modify также преобразуем наш текст назовем его текст 1 окей теперь мы можем удалить наш слой с текстом так как он наш текст уже преобразовался и попал в библиотеку удалим наш слой чтобы не загромождать слоями нашу временную шкалу перейдем на слой текст 2 отобразим ее и преобразуем наш текст в текст 2 как видите наш символ снова библиотеки удалим наш слой текст 2 теперь отобразим наш логотип со слоем текст 3 это последние текстовые последнее текстовое сообщение мы для того чтобы выделить все эти элементы и слой 3 и слой логотип мы зажмем клавишу shift и нажмем на слой логотип еще тем самым мы выделим два слоя и выделим тем самым все элементы наших двух слоев в меню modify выберем convert to symbol и назовем наш символ текст 3 окей удалим наш слой логотип слой текст 3 переименуем просто в текст он как видите у нас пустой также мы можем удалить наши знаки чтобы они нам не мешались но удалить не слой а сами знаки для этого мы выделим нажмем на слой знаки чтобы выделить все его элементы и нажмем клавишу del вот теперь можем сохранить наш проект вот как видите у нас чистая скажем так девственная сцена с нашей скажем на с нашим фоном дорогой горами и у нас забитая библиотека нашими символами которые мы как раз и будем анимировать в следующем третьем шаге